Сегодня у нас в гостях известный экономист, президент консалтинговой компании НИАКУН Михаил Радимович Хазин. Слово Михаилу Радимовичу, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. В результате некоторых накладок, картинки я показываю в виде. Я понимаю, что любое выступление без картинок сильно проигрывает картинка, а лучше вообще перепаде картинки. Но делать ничего нельзя. Все, поезд ушел. Мне объяснили, рабочий день закончился, техники ушли. Проектов не будет. У меня была мысль сбегать за ноутбуком, показывать их с ноутбуком, но потом я решил, что... А в конце концов, Бог тот специалист, который не состоит мне объяснить. Науку, сантехник, который пришел в меня теникан, еще не пяти минут, используя разные вещи. С чего мы начнем? Я уже здесь, в этом зале, рассказывал о теории кризиса. Я понимаю, что большая часть людей, которые не еды, они поэтому... Но я думаю, что некоторые теоретики, которые читали нашу теорию кризиса, я не скажу, но буквально в течение пяти минут. Потом я расскажу о текущих проблемах, которые мы сегодня строим, в том числе, о проблемах времени. И третье, я расскажу об объективных рисках, которые мы сегодня сталкиваемся с этой экономикой. Еще раз повторяю, объективных, а не субъективных. Я надеюсь, что я его нормализирую в полтора часа, потом мы сделаем периодически минуту 15. Потом мы решим. Дальше будут одни ответы на вопросы. Или, соответственно, я еще что-то скажу, а потом. Вот, вот, еще одна, что науку есть изображения. Нету, предсказуем. Тогда начнем с теории кризиса. Современная экономическая модель, которую мы сегодня называем научно-техническим прогрессом, экономическое развитие, сформировалась в XVI-XVII веках и в более-менее законченном виде появилась где-то в первом, поговорим, в XVIII веках. Суть этой системы состоит в следующем. А появляются некоторые технологические центры, которые опережающим образом финансируют инновационный процесс. И этот инновационный процесс позволяет за счет углубления разделения труда увеличить производительность труда, как следствие производить больший объем товаров. И вот так же начинается очень любопытный рамень. Поскольку этот больший объем товаров приходится на прежнее количество потребителей, то он требует расширения рынка. Так вот, за счет расширения рынка позволяет формировать так называемые технологические зоны, которые устроены перемедальным способом. То есть, есть технологический центр, есть первое окружение, второе, третье и так далее. Это не обязательно окружение географическое. То есть, это могут быть одни люди, которые живут буквально на одной лестничной крепте, у них разная система потребления. Кто-то живет там во втором круге потребления, кто-то в третьем. Условно говоря, если у вас на самой периферии вы пользуетесь товарами еще до технологической критерии, дальше идут люди, которые пользуются товарами первого технологического волны, потом второй и так далее до технологического центра, которые пользуются самыми передовыми товарами и финансируют разработку уже следующей технологической волны. Суть модели состоит в том, что осмысленно финансировать новую технологическую волну только в том случае, если у вас есть возможность расширять рынок сбыта. Люди, которые у вас работают на разработке и производстве нового технологического товара, они не могут его купить сами, потому что они еще не получают для этого доходы. Это инвестиционное идет финансирование. Для того, чтобы они получили для этого деньги, вам необходимо использовать новые товары для увеличения производительности труда и расширять рынки сбыта. Вот это очень важное место. Я сейчас прошу поднять рынки, кто меня понял. Все молчат. Все помнят. А, нет, тут один человек есть, который не помнит. Сейчас повторю еще раз. Представьте себе на секундочку деревню, в которой люди выращивают коровок, сеют зерно, еще чего-то. У них подавляющее большинство натуральное по хозяйству. Они живут в дотехнологической критерии. И вы приезжаете туда, вот вы человек, который, например, продает ветеринарные препараты. Вы приезжаете в эту деревню, ходите по дворам и говорите, у вас коровки, они могут заболеть ящером. Давайте я сделаю вам самую современную прививку. Прививка стоит 100 долларов. И говорят, милая, какие 100 долларов? Мы эти доллары не видели ниже, ни когда. Мы вот в год за счет продажи там зелени с нашего огорода, там, то есть, петрушку, укропчик, редисочку, 20 рублей в месяц мы зарабатываем. Нам хватает на то, чтобы купить у феншера зеленки. Других лекарств мы не используем. Какие 100 долларов? Все. Никакие инновационные системы не работают. Что вам нужно? Вы им говорите, а вот, ребята, давайте мы сделаем так. Я вам дам новый плуг, который позволит увеличить на 20% производство зерна. Мы не можем тебе заплатить. Не надо. Я у вас возьму 20% этого зерна как плату. Вы рискуете, потому что может оказаться, что будет засуха, и 20% по прибавке не будет даже с новым плугом. Но тем не менее, вы это зерно уберете, вы с ним там дальше можете что-то делать. Но в деревне появился новый плуг, первый технологический продукт. И следующее зерно, они уже могут продать, и у них появится деньги. И тогда им можно будет продать еще что-то. Но для того, чтобы продать зерно, кому они могут продать зерно? Вам? Вам не нужно, потому что вы живете в обществе, где уже у всех новый плуг и зерна у вас выше крыши. Вам зерно не нужно. Зерно они могут продать только в другую деревню, в деревню, где нового плуга нет, и где засуха, и поэтому там слишком мало. Это в самом деле зерно. Вот это принципиальная модель. Если вы живете в стационарном обществе, в котором сбалансировано производство и потребление, вы не можете в этом обществе продать инновации. Потому что оно не нужно. Вот дальше начинаются проблемы. Мы еще к этому вернемся. Вот в 70-е годы 20-го века в Соединенных Штатах Америки была большая проблема. Нужно было запускать новую технологическую волну. Сейчас она получила название «Информационные технологии». Мы здесь учительное мероприятие, которое организовала школу IT-менеджмента, то есть структура, которая возникла в рамках вот этой технологической волны. Но вот вы представьте себе человека. Он там, глава семьи, у него трое детей. Он получал некую зарплату. У него все было расписано. Сколько он платит за дом, сколько он платит за машину, через сколько лет он может себе позволить новую машину, сколько он может платить за медицинскую страховку, сколько он должен накопить, чтобы оплатить обучение своих детей. Он уже точно знает, кто в какой колледж пойдет, потому что финансирование известное, но отклониться от него не может. И вдруг неожиданно начинается кризис, и ему лишают зарплаты. Начинается трагедия жизненная. От чего отказываться? От медицинской страховки на зубы или от обучения младшей дочки в колледж? Что лучше, ходить без зубов, но с дочкой в колледж? Или, соответственно, сделать всем членам семьи зубы, но зато, соответственно, дочка будет орать, что все ее одноклассницы поступили в колледж, а она как дуру не может. Это катастрофа. И в этот момент звонок в дверь приходит кому-вы, и говорит, вы знаете, новинка от фирмы ЭТО, персональный компьютер, который позволяет играть в игры. Что делать с таким колледжом? Его спускают с лестницы. Как же тогда, спрашивается, развелась фирма ЭТО? Хороший вопрос. Мы на него ответим чуть-чуть позже. Так вот, принципиальной спецификой модели, которая сформировалась в XVIII веке, было то, что финансирование инноваций шло опережающим образом через кредит. Это был риск кредитора. Я кредитую некоторую инновацию, а она потом не пройдет, ее невозможно будет продать, она не увеличит производительность труда. И мне, соответственно, не вернут кредит. Но зато у вас сформировалась система, которая позволяла резко ускорить инновационный процесс, с мной постоянно расширили. Ну, я просто привожу пример, как такая система работала. Представьте себе, что есть два герцога, которые между собой находятся на нашем. И они неправильно друг с другом воюют, но победить не могут, потому что сил не хватает. И так продолжается до тех пор, пока одно из герцов не берет кредит в банке, не закупает у соседей передовую технику в виде новых орудий, соответственно, новых выпряжек, которые позволяют эти орудия быстро перевозить, и какое-то количество пехоты, которые их сопровождают. В кредите все это берется. Тогда это герцогство почти неменимо выиграет. Они просто заявлены в военное преимущество. И за счет выигрышных денег оплатят этот кредит. Все замечательно. Вот у вас как бы тот, кто выиграет, другое герцогство, тоже понимает, что оно в этой ситуации должно брать кредит. И вот у вас в один замечательная ситуация. Два герцога взяли кредиты, один из них выиграет, и за счет расширения кредит вернет. А другой проиграет, и кредит не вернет. Вот у вас зародыш технологической зоны. Та фирма, которая продала свои пушки, тому, кто выиграл, она будет развиваться дальше. Та, которая продала пушки, тому, кто проиграл, развиваться не будет, потому, что все имущество продадут для того, чтобы расплатиться с кредитом, который взял этот убедитель. Сколько всего было в истории технологических зон? Их было не так много. Первый, в 18 веке, появилось в Великобритании. И на тот момент для создания полноценной технологической зоны нужно было около 30 миллионов потребителей. По прикидкам, разумеется. Второй была Франция, которая должна была бы стать технологической зоной самостоятельной, но в конце 18-го, начале 19-го века в ней произошли известные события. Сначала революция, потом наполеоновские войны, потом поражение, и в результате Франция так и не состоялась. Как независимая технологическая зона, она вошла в британскую технологическую зону, как составная часть. Вошла настолько, что в середине 19-го века Британия уже управляла французской политикой. Достаточно сказать, что Наполеон III стал сначала президентом, потом императором Франции, это деньги рот, что ли. Вторая технологическая зона, которая сформировалась в мире, была германская. В 1870-м году состоялась странка Прусская война, после которой было объявлено создание Германской империи и технологической зоны. Вполне себе самодостаточная. Обращаю ваше внимание, что спецификой технологической зоны было то, что она создавала под себя на всю зону систему разделения труда и финансовую систему. В Германии была своя финансовая система, чуть ли не хуже, чем в Британской. Следующая технологическая зона, которая возникла чуть-чуть позже, чем германская, были Соединенные Штаты Америки, в которых начался очень бурный такой рост технологический во время Гражданской войны в 1861-1865 году. После этого, уже к концу 19-го века, Соединенные Штаты Америки были крупнейшей промышленной державой. Следующая технологическая зона, состоявшаяся, была Япония, которая, можно считать, состоявшаяся, но где-то после победы в войне 1905-го года с Российской империей. Но уже к тому моменту, когда Япония только сформировалась, как технологическая зона, в Атлантическом бассейне начались проблемы. Три технологические зоны, уже существующие, британская и германская, и американская, столкнулись между собой. И стало понятно, что они не могут дальше нормально расширяться, потому что они друг другу мешают. Вы не можете продать свой товар в технологической зоне чужой, потому что люди, которые там живут, деньги получают, условно говоря, в долгах. Или в сумме. И именно эти фунты дают не для того, чтобы они покупали товары из другой технологической зоны. Мы сегодня с этой ситуацией расслаблались по полной программе. Нам дали в месяц доллара не просто так, а при условии, что мы нашу денежную систему полностью положили под американский доллар. Сюда относится и система и все остальное. Но это мы немножко задержали. Он начался в конце 19 века. В Соединенных Штатах Америки он достиг пика в 1907 году. Это был жесточайший кризис, который завершился депрессией, которая тогда называлась «Великой». В 1913 году для борьбы с этой проблемой была создана Федеральная резервная система. В конце своей лекции я к этой теме вернусь. В результате произошла Первая мировая война. Результатом Первой мировой войны стало частичное разрушение германской технологической зоны. А именно Германию лишили суверенной денежной системы. Кредитование в германской системе стало привязано к эмиссии доллара. Возник аналог плана Маршалла, о котором мало кто знает, начало 20-х годов. Но промышленность в Германии и, собственно, технологическая зона еще была. Совершенно было очевидно, что придется устраивать еще одну войну. Но в процессе произошел еще один кризис, который, собственно, был продолжением кризиса в начале века, который потом получил название «Великой депрессии». Но пока именно этот кризис называется «Великой депрессией». И одновременно возникла четвертая технологическая, пятая технологическая зона СССР. Для создания зона нужно было решить одну принципиальную проблему. На начало 20-го века, скорее всего, объем потребителей, которые были для того, чтобы сформировать пленационную зону, был где-то по порядку 100 миллионов потребителей. В Российской империи жило людей больше, но проблема в том, что это были не потребители. Это были крестьяне, которые жили натуральным хозяйством. Для того, чтобы сделать технологическую зону, нужно было создать на селе потребителя, во-первых, и создать армию рабочей силы дешевую, во-вторых, эту работу начали Столыпин, но Столыпинская реформа не прошла, не получилось. Во-вторых, раз эту работу сделал в конце 20-х, начале 30-х годов Сталин, она получила название «Корректиризация», и суть ее состояла в том, что была создана система, при которой на селе создавался некоторый посредник, который стал потребителем товаров тяжелой промышленности. Единоличник, живущий в натуральном хозяйстве, трактор ему не нужен, «Корректиризация» и «Корректиризация». В результате в течение 15 лет была создана новая технологическая зона, а после Второй мировой войны те проблемы, которые возникли еще в конце 19-го века, частично были лишены. Из пяти технологических зон остались две с половиной. Полноценные США и СССР и неполноценная британская зона. Почему? Дело в том, что Британии не хватало ресурсов для того, чтобы справиться с проблемами. И в 1940 году Черчилль подписал с Рузлитом соглашение, по которому британские колонии имели право торговать с Соединенными Штатами Америки на ту муру минуя Лондон. Фактически речь шла о том, что Британия отдала периферию своей технологической зоны и вопрос о ее ликвидации как самостоятельного технологического центра был решен. И действительно, в 1944 году еще по инерции британский фунт был приравнен к долгу, то есть он был тоже, он был привязан с лукой различия от других валют, но уже через пару лет Британия от этого отказалась и где-то уже там в конце 70-х, начале 80-х годов как самостоятельная держава прекратила свое существование и стала сначала младшим партнером, потом младшим партнером, потом сутерином по США. А вот дальше произошла реинкарнация кризиса конца 19-го века. Две технологические зоны решили, они освоили все возможное пространство и столкнулись друг с другом. Расширение остановилось и стало необходимо либо решать эту проблему, либо останавливать развитие. В нашей стране этот кризис начался в начале 60-х, с эрикторным оценкам. Именно последний более-менее равновесный баланс у нас был экономический был у нас в годах в 59-м и 60-м. Этот кризис видели, его ощущали, с ним пытались бороться. Была сначала Хрюшевская реформа, потом Косыдинская реформа, но ничего не получалось и, как мы сегодня понимаем, это получиться не могло, потому что была объективная проблема. Нужно было расширяться, расширяться не может. Соединенные штаты Америки, но из-за планового характера хозяйства социалистического этот кризис развивался медленно. В 70-е годы большинство людей его еще не видят. Ну, разве что к самому концу 70-х. Я в это время учился в школе и очень хорошо помню разные совершенно ощущения от людей в начале 70-х, когда я выходил в Адмур гулять и в конце 70-х, когда я заканчивал школу. Уже были совершенно другие ощущения. В Соединенных Штатах Америки кризис начался в 1971 году и очень резко. В 1971 году США объявляли тихот, отказывались от золотого содержания ДЛА, потом они проигрывали Вьетнамскую войну, потом нефтяной кризис, потом такфляция. И в этот момент американские политологи всерьез начали обсуждать тему, что они проиграли холодную войну, и в общем все. Все, и в этот момент перед руководством США стала проблема, еще раз повторяю, специфика середины 70-х годов. Не СССР развивается быстрее США, а СССР и США падают, но США падают быстрее. Я еще раз повторяю, нет картинок, на картинках отчетливо видно на графике средней заработной платы в США с 47-го по 72-й год, практически монотонная прямая, а дальше спад, очень 70-е годы. И в этот момент перед руководством США стала проблема, что делать, как спасаться. СССР отказался форсировать свой выигр, я не буду сейчас углубляться в эту тему, это достаточно долгая тема. И в результате у США появилась передышка, которую они использовали совершенно блестящий способ, который привел к сегодняшнему кризису. Способ этот следующий. Они, ну, рассуждения прям такие, если мы не можем увеличить количество потребителей, давайте мы попробуем увеличить нагрузку на каждую конкретную потребитель. Давайте ему дадим денег, чтобы он потреблял не как один потребитель, а как там 1,2, 1,5, а то и 2. Вопрос, как можно дать потребителю денег? Понятно, что давать ему просто так нельзя, это разрушение всех основ. Значит, ему надо дать кредит. Тут есть свои проблемы. Если вы даете человеку кредит, скажем, на треку убедительного периода, то по итогам этого срока его потребление не растет, а падает. Потому что он должен вернуть не только то, что взял кредит, но и проценты по нему. Значит, нужно сделать возможность кредита перекредитовывать. Замечательно, то тогда у него довольно быстро накапливаются долги. Как же сделать так, чтобы можно было не просто перекредитовывать старые кредиты, но еще, чтобы при этом наращивать потребление? Для этого нужно сделать одну вещь. Надо уменьшить стоимость кредита, постоянно ее уменьшать. И действительно, опять-таки, нету графика, но если вы посмотрите на фонографию учетные ставки федеральной резервной системы США, то вы увидите, что в 1981 году, когда эта модель начала применяться, она получила название регономика, потому что начала осуществляться при президенте США регионе, хотя разработана была при предыдущем президенте Кринне карта. Собственно говоря, разработали ее под второй срок карта, но карта проиграл за знаменитые истории с заложниками в Тегеране, из-за чего некоторые конспирологи считают, что захват заморок был аспирирован в спецслужбах соединенных штатах Амельки. Поскольку по мнению тех же конспирологов один из руководителей этого захвата был нынешним президентом Ирана, то из этого они делают выводы, что президент Ирана нынешний очень давным и тесным отношением с американским спецслужбом. Но мы не верим конспирологам, но факт остается фактом. В 81-м году учетная ставка Федеральной Резервной Системы США составляла 19% с тех пор она падала не монотонно, но не уклонно. Каждый следующий максимум на графике был ниже предыдущего, каждый следующий минимум на графике был ниже предыдущего, и к концу 2008-го года учетная ставка Федеральной Резервной Системы США стала равна нулю. А если посмотреть на график коммерческого кредита, то вы увидите, что он где-то примерно с тех же 19% падал, и где-то в 2003-2004 году остановился на уровне где-то 5%. Вот в этот момент стало понятно, что рефинансировать кредиты больше нельзя, и система поддержки экономики остановилась. Начиная с 2003-го года в американской экономике уже стали впрямую проявляться кризисные появления. Вот почему когда меня спрашивают, а кто разбирается в кризисе, я говорю, если вы хотите понять, кто понимает это реально в кризисе, это должен человек, который начал свой текст и про кризис писать до 2004-го года. После этого 2004-го года все уже было понятно. За это время удалось таки запустить новую технологическую волну, удалось увеличить объем употребления, но увеличилось и количество долгов. Для примера средний долг домохозяйства составлял в 60-70-е годы 50-60% от его годового дохода в Соединенных Штатах Америки. Это довольно большие для нас судьбы, но они в общем вполне терпимы. За это время уровень долга домохозяйства увеличился в два с лишним раза. сегодня составляет 130%. 130%. Я надеял, что долги Греции по отношению к их ВВП составляют 125%. Каждое американское домохозяйство в среднем это маленькая Греция. Упали сбережения в Соединенных Штатах Америки с 10% до миллиона с 5%. Много еще было разных явлений, но собственно суть того структурного кризиса, который был в витамской экономике состоял в следующем, что экономика развивалась за счет того, что в эту самую экономику все время поступал избыточный денежный поток, который обеспечивал избыточный спрос. Первоначально эти деньги в основном шли в IT-сектор и обеспечивали ему ускоренный рост. После кризиса дот-кома 2000-го года все эти деньги перераспределились, но они продолжали поступать в экономику. А после 2008-го года все в процессе остановились. Начался кризис, собственно, начался в 2007-м году, в августе, с обвала на рынке недвижимости. И этот кризис будет продолжаться до тех пор, пока избыточный спрос не опустится до уровня равновесного дохода. Люди не могут долго покупать больше, чем они получают доходы. Сегодня превышение спроса над доходами составляет около трех триллионов долларов в год в Соединенных Штатах Халинии. Но просто опустить спрос невозможно, потому что спрос – это доходы компаний, которые производят товары. По этой причине, если вы на три триллиона опускаете спрос, то у вас автоматически падают доходы тех людей, которые работают в этих компаниях. Равновесное состояние милициональной экономики лежит где-то на уровне соответствующего примерно где-то наверное 40-45 процентов от нынешних в воприспад составит выше 50%. Некоторые считают, что эта цифра запредельная такого быть не может, но я привожу пример. В 30-е годы падение американской экономики составило 35-40%. Но тогда американская экономика была 70% это была промышленность, а реальный сектор был еще больше. сегодня американская промышленность меньше 20%, реальный сектор около 30%, все остальное финансовые услуги. И спад по реальному сектору будет такой же как тогда, где-то 35-40%. А вот финансовый сектор сократится в разы. Почему? Потому что если вы посмотрите на график доходов финансового сектора в прибылях корпораций, то вы увидите, что до войны, до начала 50-х он был 10%, в 70-м годах он поднялся до 20-22%, а сегодня он 50% с лишним процентом. То есть финансовый сектор выбирает себе половину свободного общественного оберога. пока этот самый финансовый сектор обеспечивал экономический рост за счет конвестования, он мог себе такое позволить. Сегодня это уже невозможно. Конфликт между Обамой и банками, которые были несколько месяцев назад, он связан именно с этим обстоятельством. Обама говорит банкам ребята надо делиться, а банки вместо того, чтобы честно сказать надо, переходят на личности. Говорит Обама а ты кто такой? Обама говорит я президент Соединенных Штатов Америки меня избрал народ. Банки говорят парень а где это происходит если мы тебе не дали деньги чтобы тебе узнал народ. Бан на это уже не важно меня народ уже избрал. Я его интересы здесь представляю. Понятно что этот конфликт Нью-Йор завершиться не может в случае продолжения кризиса кризис будет продолжаться совершенно очевидно что кому-то придется сильно ужаться. Вот теперь мы приходим к очень важной части последствия кризиса. Поскольку падает спрос то будет падать и производство и товаров и услуг. Но разные сектора этого спроса и соответственно разные сектора производства будут падать по-разному. Что-то упадет сильнее а что-то упадет менее. Не исключено что некоторые части упадут даже может быть относительно сильно выросли. Собственно говоря самое интересное в изучении кризиса это понять как именно будут меняться относительно веса разных отраслей. Все понимают что да наверное еда упадет не слишком сильно. Это с одной стороны. С другой стороны нужно понимать что вся индустрия производства еды была построена на том чтобы производить непонятно что. Когда у вас много денег вы можете себе позволить выбирать между 50 сортами колбасы. Когда у вас денег мало а большинство людей будет очень мало денег то невозможно производить 50 сортов колбасы потому что большая часть пойдет в условиях кризиса низкого спроса никто такого не переживут эти компании не могут. Это значит что мы будем возвращаться к системе потребления близкую к той которая была при социализме. Есть два или три сорта колбасы которые чуть-чуть отличаются но которые продаются масса. Все остальное это супер эксклюзив для очень богатых очень дорого. Вот я очень хорошо помню как я в 1994 году первый раз уехал за границу в Соединенные Штаты в мае месяце. Я там на все деньги которые у меня были которые я получил от USID я купил техники всякие типа видеомагнитофоны музыкальные центры почему потому что стоимость этих товаров в Москве была раза в три выше чем там из-за чего из-за того что у покупателей было мало система торговли была не отлажена и торговля была такая человек ехал за границу за свои деньги покупал там 20 телевизоров привозил их в Москву и продавал соответственно все риски все кредиты если они были все вероятные отсрочки и все прочее были заложены в цены а уже в 96 97 годах когда были построены все вся инфраструктура продажная когда товары поступали в Москву под банковские гарантии когда уже были магазины фирменные цены упали резко и в результате уже покупать за границей продукцию стало глупо хотя сейчас еще бывают разные странности например там айфоны стоят в США в два раза решение но по мере развития кризиса значительная часть товаров будет переходить из разряда общедоступных в разряд веков грубо говоря если у вас производство некоторого товара рассчитано на объемы 100 миллионов штук а потребление только 80 миллионов то для того чтобы сохранить рентабельность вы начинаете производить 50 миллионов и повышаете цену в 2,5 раза у вас из 80 миллионов потребителей становится сильно меньше но зато вы за счет более высокой цены компенсируете и сдержите вот это ситуация в которой мы все очень скоро будем находиться то есть будут товары для бедных условно говоря и товары для очень богатых но собственно говоря нужно понимать что вся современная система торговли она построена в расчете на некоторую очень большую группу употребителей с типовым поведением употребительским условно эта группа называется средний класс то что вы видите реклама в телевизоре это рассчитано на средний класс никто не пропагандирует не рекламирует в телевизоре яхты стоимостью 10 миллионов долларов и никто не рекламирует черствый хлеб за за рубль который продается в соседней в будущем и вчерашних лет это не нужно так вот вся проблема состоит в том что исчезает средний класс в результате радикально меняется потребительское поведение всего общества потому что как работать с бедными совершенно непонятно вот как продавать человеку телевизор если для него покупка телевизора это событие года я помню как в начале 70-х у моих одноклассников в школе я на на московской окраине учился покупка цветного телевизора это было событие на него копили 2-3 года и покупали его в кредит это было он всех звал в гости смотрите мне нужно посмотреть вот такая ситуация будет по очень большому объему товара кстати в этой ситуации появится новый вид услуг который сегодня практически отсутствует это ремонтный сервис много здесь есть людей которые уронив мобильный телефон в лужу или в ракуре идут его чинить они покупают новые могут думаете локусы чинить самобильный телефон довольно много да вот я тоже чинию вот но в общем в целом это не типичное потребительское поведение а будет очень атипично я до сих пор помню михаил а можно короткий вопрос а что будет с производственными мощностями которые производят сейчас эти телевизоры в том же Китае в Азии а что стало с производственными мощностями которые производили телевизоры сами там их не было мощностей но были гробушка там расположена или этот самый ТВЦ завод на большой то есть вот эти производительные мощности там был главный инженер все закрыли но я про прибавиться к вообще не понял шаляне сообщаться в основном закрыли вот я очень хорошо тону мне рассказывал мой папа как он каком-то там наверное годом 49-м 10-м пришел на стадион куда-то там записывался в баскетбольную секцию и там нужно было сказать кем работают родители один из мальчиков гордо произнес а мой папа директор мастерской веломото кинофото часы радио боя вот я склонен считать что мастерские веломото кинофото часы радио боя очень скоро снова у нас на улице появятся ну просто от этого никуда не деться но впрочем ну там уже много есть таких вещей ну например все покупают новые холодильники так или иначе и новые стиральные машины до сих пор очень многих моих знакомых и у меня на на даче стоит холодильник зил купленный очень давно а на самом деле у некоторых стоит холодильник зис еще более с такой точкой вот такой и они работают я очень хорошо помню холодильник зил который стоит у меня на даче потому что мне было очень интересно я не мог посмотреть что у него сверху на крышке лежит сверху потому что я не доставал вот а теперь начнем ну не важно я просто могу сказать что основная эта проблема состоит в том что все будет очень сильно меняться и к этому надо быть готовы очень интересная тема которая при этом возникает это тема управления всем этим процессом айти это очень бурно развивающиеся последние 20 лет направлений сегодня как мы знаем подавляющая часть всех крупных технологических вообще производств военных структур во многом управляются разного рода за счет разного рода программного обеспечения достаточно посмотреть там любой кино а люди которые управляют всем этим политикой они получили свое образование в лучшем случае в 70-е годы а в лучшем в 60-е а то есть 50-е они этого всего не понимают и не знают и дальше начинаются проблемы типичные совершенно проблемы которые особенно сильно обострились в IT-сектор именно потому что он 20 лет 80-е и 90-е годы развивался много предприятий и вся экономика в целом и вся эта технологическая система которая была создана продолжает развиваться приходит IT-директор к руководству и совет директоров и говорит нам нужно на развитие 20 миллионов долларов совет директор говорит парень сдурел что это какие 20 миллионов мы можем выделить три дальше начинается дискуссия которая заканчивается цифрой 5 или 8 вы понимаете что на 5 или 8 нельзя сделать то на что нужно драться даже если предположить что уровень отката и всего остального сократится по существенному все в результате у вас образуются очень серьезные проблемы причем я обращу ваше внимание пока речь идет о заводе это еще можно терпеть но когда речь об управлении государством классический совершенно пример президент буш объявляет о том что америка должна стоять перед собой амбициозные задачи в том числе полет на луну а потом на марс под это директор наса пишет бюджет приходит с ним в конгресс я не помню какую там написал цифру на 20 лет не то 600 миллиардов не то 800 не то но смысл в дискуссии в конгрессе был такой конгрессмен ему говорил который председатель бюджетных мы вам не можем дать 100 а сколько вы просите 800 а можем дать 350 берете беру вот всем смешно мне тоже было смешно еще тогда буквально пару месяцев тому назад президент обама закрыл эту программу на которой уже израсходовано много миллиардов по совершенно банальной причине она слишком похожа на программу Аполлон дальше все понятно вот нужно четко совершенно понимать что это известная штука в системе управления что управляющая система не может быть проще чем управляемая если она проще она обращает управляемую систему проблема состоит в том что у нас уровень технологического развития он как бы шел снизу и теоретически если бы кризиса бы не было то наверное бы выросло следующее поколение политиков для которых все это уже рабочие инструменты ну хотя бы частично им можно было бы что-то объяснить сегодня объяснить нельзя уже созданы системы которые управляют там ядерными еще чем-то еще чем-то но при этом объяснить политикам что нужны очень большие деньги чтобы эти системы содержать чтобы они нормально работали невозможно потому что начался кризис политиков вертел вот что с этим делать совершенно непонятно абсолютно вот такая вот черная дыра как с этим бороться известная штука что если у вас есть сложная система то для того чтобы ее поддерживать в работоспособном состоянии нужно в год объем денег ну примерно от 10 до 20 процентов от ее стоимости в противном случае она начинает ломаться колоссальные сложности системы были созданы а рассчитывать на то что на их развитие будут выделены деньги невозможно потому что эти деньги появились за счет эмиссионной накачки а сегодня эта эмиссионная накачка больше невозможна куда бедному крестьянину податься вот ответа на этот вопрос нет это главная проблема которая сегодня состоит перед всеми но в первую очередь перед айтиотису то есть айтиотис должна четко для себя решить что категорически необходимо без чего совершенно невозможно обойтись и как под это выделять выбивать бюджет а что придется кинуть как это не жалко как американцы кинули лунную программу ну еще много чего кинули как мы кидали 90-е годы я просто знаю специалистов которые снимали 90-е годы мы терялись год десятки иногда сотни технологий которые можно сегодня восстановить не можем некоторые из них любой ценой нужно было сохранить некоторые из тех что сохранили можно было выкинуть но тогда об этом никто не не думал но сегодня весь мир стал перед этим фактически соединенный штат америки сегодня стали перед той же проблемой которая была в 70-е годы и перед той же которая была в конце 19-го века нынешний кризис это реинкарнация кризиса того и кризиса 70-х годов им бы надо дальше расширяться а они расширяться не могут по совершенно банальной причине потому что дальше расширяться некуда шарик закончился это означает что та модель научно-технического прогресса которая была создана в конце 18-го века закончилась это не катастрофа только в Европе только за последние 2000 лет было две таких революционных смены модели экономического развития первая была в 4-6-м веках когда была разрушена поздняя античная модель я не знаю может для кого-то это будет откровением но производительность труда которая была на римских мануфлактурах была достигнута в Европе только 18-го века а уровень жизни в Риме и в крупных городах империи был достигнут в 19-м веке канализацию в Париже провел барон Осман в середине 19-го века канализацию в Петербурге делали в конце 19-го начале 20-го века 20-го века времена канализация была вторая революция революция 16-го 17-го веков когда феодальная система смелилась на категорическую сегодня нас ждет еще одна революция того же масштаб мы с тех пор мы не поумнели конечно с точки зрения интеллекта но мы очень сильно поумнели с точки зрения опыта мы теоретически должны быть умнее хотя на практике пока не получается я привожу пример за счет чего удалось избежать сваливания штопор с 2008-го после сегодняшнего года за счет эмиссии за счет денежной опачки а какого масштаба эта наточка в конце 2008-го года Соединенные Штаты Америки влили руководительную финансовую систему около 4% от ВВП своего в 2009-м 12% от ВВП в 2010-м планы были рассчитаны на еще на 12% эти планы должны были закончиться в мае в июне месяце вопрос откуда взялась эта цифра 1% в месяц денежной на качество она взялась не сенева для того что именно с такой скоростью падала американская экономика в начале 30-х годов во время того кризиса который предшествовал в Великой Депрессии обращение ваше внимание что кризис очень похож тогда в 27-м году руховая недвижимость в 29-м произошел крах фондового рынка и только потом весной 30-го начался кризис к весне 30-го года фондовый рынок как минимум октября 29-го года поднялся он отыграл больше половины падения всех казалось что кризис уже закончен и вот тут начало сейчас было то же самое 2007-й год кризис недвижимости 2008-й год начало экономического спада и в этот момент денежные власти США делают то что они не делали в 30-е годы они начинают денежную накачивание я напоминаю что руководитель Федеральной резервной системы США в Берранке как ученый специалист по Великой Депрессии и он накачивает ровно столько денег чтобы как бы нивелировать масштаб спада соответствующий спаду начала 20-х 1% в месяц все было бы ничего и уже в начале года в феврале месяце было принято решение что все программы поддержки заканчиваются и миссия заканчивается на саммитах Ж8-J20 которые будут в конце июня в месяц то есть буквально через 2-3 неделю должны были объявить о том что кризис закончился и должно было начаться постепенное ужесточение денежной политики вплоть до того что осенью мы уже считали что будут повышаться счетные ставки и в этот момент в мае месяце аккуратно день рождения карма макса 5 мая начинается спад на финансовых рынках который продолжается до сих пор вот я когда сюда выходил на сцену американские рынки продолжают падать минус пол процента до доложатся что делать про 6 мая когда спад составил 900 пунктов еще не буквально на 3 минуты я просто смотрел на экран который был очень значит в этот момент что происходит 5 мая это среда 6 мая четверг 8-9 мая в субботу воскресенье принимаются три решения соединенный штат Америки фрс открывает дискордное окно снова начинается миссия неконтролируемая в Европе создается фонд чуть ли не на триллион долларов и европейский Центробанк лишает себя невинности соглашались на прямую миссию на выкуп государственных облигаций управленных стран сегодня в Европе еще не был шухер связан с тем что это не только Греция Италия Испания но и еще Франция чего все тут же сделали вывод что истерика Сарказин в двухнедельной давности была связана с тем что ему тоже нужны денежки поскольку он видимо примерно так же скрывает реальную информацию в своем финансовом положении как это делаете Энгрия но между нами говорят 125% долга у Греции 140% у Италии и евро падает а Ега при этом растет при том что у Японии 200% долги в Европе все помнили что все кризис продолжается что с этим делать непонятно и как из этой ситуации спасаться непонятно в выходные произошла встреча министра финансов ЖЭП-20 на которой они понимали им надо объяснить что происходит им надо начать говорить о кризисе но они не могут потому что они уже приняли решение согласованное что все хорошо прекрасное Маркиза сказать об этом они не могут потому что уже всем понятно что плохо но как сказать что плохо они не знают это нужно еще многомесячное обсуждение среди политиков и в результате все пребывают в своей мистерике что мы хорошо видим на примере того что они непрерывно говорят о том что зеленые ростки экономики восстанавливаются хоть бы за группу смотри что по этому поводу компания неакрус в своем еженедельном обзоре в ее публичной части которые можно посмотреть на сайте вот или на сайте неакрус даже немножко по этому поводу бы сделалась каждый может посмотреть а у меня еще на блоге это написано но не важно вот ситуация в которой мы сегодня находимся теперь небольшое лирическое отступление собственно говорят и лишь о которых я еще мало где-то поделиваю почти нигде не говорю о рисках в экономике значит дело в том что если вы посмотрите что пишут на эту тему пенсии и что говорят в публичные эксперты специфические жанры в публичные эксперты то есть люди которым платят большие деньги за то что они озвучивают согласованное экспертное мнение которое обычно сводится к фразе все хорошо прекрасно другие так вот все эти люди говорят примерно следующее что реальный сектор экономики находится в равновесии потому что есть баланс спроса и предложения а вот финансовый сектор в результате того что он движется слишком быстро и баланс спроса и предложений нарушается в нем образуются избыточные риски и задача сегодня состоит в том чтобы эти риски уменьшить путем усиления регулирования и всего остального в качестве примера можно привести например такую ситуацию нефтяной рынок цены на нефть как мы знаем мы понимаем до 80 сейчас около 70 за баррель а вот например руководитель компании олег первых утверждает что они примерно 40 должны быть 40 это равновесное состояние на спорте в рынке обеспечивающие баланс спроса и предложений объяснение первое такое есть объем нефти который уже в добытой земли но еще не поступил потребитель если этот объем растет это означает что цены на рынке выше равновеса и по такой цене потребитель покупать не хочет а производитель продавать хочет в результате этот объем растет если этот объем наоборот сокращается это означает что цена не выгодная для производителя но выгодная для потребителя так вот с точки зрения этого критерия сегодня равновесная цена на нефть около 40 долларов за баррель а почему мы ее покупаем за 7-8 а потому что цена определяется на спекулятивном финансовом рынке в тени кличер то есть финансовые спекулянты разогревают этот рынок вот вам типичный пример уклонения от равновесия это конечно частично так но только частично дело в том что риски есть субъективные ну смотрите а что теоретически люди которые 20 лет работали с известным мошенником Мэдов они считали что у них рисков нет смотрите сколько лет существует фирма она всегда платит все замечает на то что это по пирамиду и в голову не приходило но мы сейчас но вот эти риски они у нас объективные до того момента до того момента когда выезжает автомобиль из места из завода время проходит все больше и больше по кримической науке это свойство известно но оно как-то не очень обсуждается по очень простой причине потому что считать это время никто не знает ну например считать как оценивать то что смесь из которого сделан аккумулятор добыть из земли три года назад руда из которой сделан из стаи два года назад ну там а что-то остальное программное обеспечение написано три месяца там назад как это согласовано между собой по цене очень сложно непонятно и по этой причине экономические модели макроэкономические которые собственно все используют начиная вот там вф окончая любой крупной компании они предполагают что все происходит одновременно то есть в этих моделях сталь руда которая добывается сегодня из нее же сразу же выплавляется сталь которая используется в производстве автомобилей здесь же одновременно а вместе с тем в реальности это время растет и с точки зрения предпринимательства рост этого риска это объектив рост этого времени это объективный риск ну условно говоря предприниматель вложился в 99 году в создание какой-то новой разработки новой технологии а в 2000 году в руках в районе доткомп эта технология умерла он не мог в 99 году это предположить как не мог человек который добывает руду в 2007 году предположить что в 2008 резко упадет производство автомобилей и так далее и тому подобное этот риск носит объективный характер это предпринимательский риск так вот система почему-то сейчас этот риск гнар слово предпринимательский неправильное слово потому что предпринимательский имеется ввиду что он может определяться действиями предпринимателя этот риск объектив он в экономике в целом и предприниматель со своей стороны не может принять решение он видит цепочку производства в которой он находится ну на два звена назад на два вперед он не может предсказать поведение потребителя через два года это для них причем потребителя по его по по конечной продукции металлургический завод производит и лист из которого делаются автомобили и прокат из которого строятся здания он не может оценить полностью какой будет спрос а этот риск резко вырос с моментом от принятия концепции на высшем техническом прогрессе и стало понятно что предприниматель не имея возможности оценить этот риск попадает в ситуацию с которой нет выхода он регулярно банкротится не по своей дне и тогда была уже существующая система использована для того чтобы компенсировать эти риски и принимать их на себя это была банковская система которая стала кредитовать производителя а потом и потребителя и нивелировать эти риски но принимать их на себя эти риски сегодня это риски не возврата кредитов по мере развития научно-технического прогресса и увеличения времени производства эти риски росли причем они росли быстрее чем темпы роста экономики в целом числа потребителей то есть они не компенсировались ростом экономики и в результате финансовая система стала давать сборы вот кризис конца девятнадцатого начала двадцатого века это был как раз очень похожий кризис кто-нибудь знает о роли Джипи Моргана в кризисе 1907 года не знает тогда я расскажу тогда так же как и сейчас банки принимая на себя риски реального сектора разбивая эти риски на очень маленькие кусочки выпуская вторичные ценные бумаги перекредитовывая занимаясь обменом активами друг с другом в результате у каждого участника финансового рынка создавалось ощущение что риск очень маленький а то его и вообще нет и когда кризис начался в 1907 году то стало понятно что банковская система не в состоянии поддерживать кризис они все друг другу должны отчетные невозвратные долги это те самые риски которые приняла на себя финансовая система и что сделал Джипи Морган он собрал всех крупнейших банкиров у себя в особняк они ликвидировали те долги которые были циклические по кругу выяснилось что не хватает финансовой системы всего 50 миллионов долларов и Джипи Морган их вытащил с командой но в этот момент стало понятно что банковская система более не способна аккумулировать на себя все риски которые создает реальная экономика и что нужна надстроечная система которая будет ну условно говоря перестраховывать эти риски у банковской системы и в 1913 году была создана федеральная резервная система именно для этой цели брать на себя часть рисков и компенсировать их для банков разумеется ну вам можно много говорить о мафии ол-стрита о том кто как мошенничает еще чего-то но нужно понимать что и банковская система и федеральная резервная система была создана для решения объективной проблемы на тот момент посуществующей ну а сегодня стало понятно что уже федеральная резервная система не в состоянии принять на себя все риски то есть риски растут а компенсировать их невозможно была попытка компенсировать их чистой эмиссией и деньгами государственными но в общем стало понятно что и это не работает то есть иными словами с точки зрения рисков мы возвращаемся к той же самой картине сегодняшняя структура экономики уровень разделения труда слишком большой для того объема потребителей который сегодня и является и это означает что неизбежно будет происходить упрощение экономической системы вот это вот так ситуация в которой мы находимся оценить эти риски как они устойны как они распределены как они по отраслям как они взаимосвязаны с первой так сказать межотраслевую матерцу этих рисков никто никому это было бы очень интересно я думаю что теоретически сегодня это даже возможно хотя сложно потому что объективной статистики нету с ним надо поработать но этим никто не занимается в результате скорее всего процесс будет снижение этих рисков будет происходить самопроизвольно но путем закрытия и убывания мощности я не вижу другого у них нас ждут достаточно сложные времена не сегодня стоит весь мир а стоит примерно корректория ситуации в которой Россия стала в начале 90-х структура советской экономики построенная ну как минимум на пол миллиарда потребителей а то и больше оказалась слишком сложной для той системы в которой мы оказались в 91-м конец и она стала рассыпаться ну мы хорошо эти виды исчезали целый опыт вот такое ждет мир и при этом никто к этому не готов почему это тоже понятно я уже говорил о том что финансовый сектор увеличил долю своего потребления в общественном перераспределении общественного пирога в свою пользу в 5 раз с 10% до 50% и в результате все современные политики даже пару поколений этих политиков выросли в рамках той ситуации когда правильные игры нечет финансовый сектор по этой причине те люди которые пишут правила игры поставили достаточно жесткое условие перед всей политической машиной всей пропагандистской машиной можно обсуждать кризис сколь угодно глубоко и долго но с одним обязательным условием чтобы в процессе обсуждения не выплывал тезис о том что надо уменьшать роль финансового системы все в результате тема кризиса пропала потому что рассуждать в общих словах уже все сказано а обсуждать детали не получается потому что я вам говорю уже тремя разными способами что через изучение международного баланса что через изучение соответственно спроса предложения что по линии риска вы утыкаетесь в одно и то же что уменьшенную систему сохранить не удастся поэтому мне кажется что ключевым элементом всей ситуации в которой мы находимся является все-таки выведение темы кризиса реальных его механизмов и его реальных последствий в то что называется публичный дискурс я думаю что это можно будет сделать пытаться сделать после того как в очередной раз ничего не скажет на тему кризиса я в этом совершенно убежден просто потому что они не могут этого сделать на реальное обсуждение наложено в дабу ну а обсуждать так просто и бессмысленно нам будет сказано почитайте пресс-релиз по итогам заседания министра финансов в журнале в журнале в журнале слезы собственно говоря на этом я хотел бы закончить мы поговорили где-то там час 15 потому что я думаю что еще довольно много будет сказано в процессе ответа на вопрос давайте сейчас делаем перерыв на 15 и потом еще будет полтора часа ответа на вопрос нет выражения все не подъехала к швейцарским банкам и была куча золота мы уже не были же деньги на вооружение значит им кто-то жестко управлял или у него были какие-то другие задачи ну вообще история 30-х годов история возникновения второй мировой войны это одна из самых фальсифицированных частей мировой истории если мы будем говорить про Швейцарию то Швейцария во время войны была глубоким пылом Германии знаменитый рывок швейцарских фармацевтических фирм в конце 40-х начале 50-х годов я не знаю может некоторые еще помнят что когда-то символом качества была швейцарская косметика вот причиной этого рывка были медицинские данные полученные на испытаниях на людях сделанных в детской кузне в Швейцарии лежала немецкая золота часто достаточно лидная версия что Рауль Валенберг который как известно был арестован в весной 45-го года в Кудапеште которого потом безуспешно пытались вытащить шведы был арестован Сталином потому что он занимался где легализации золота немцы довольно много наградили золота в разных центробанках разных стран но это были большие скидки с разными клеемами их надо было уменьшить и это делалось через выкуп евреев из конс лагерей в этом смысле Валенберг был нужен Сталину для того чтобы разобраться как именно нацисты прятали золото и как вообще это золото плавили в его предприятии а вообще о роли в этом смысле всей этой системы можно привести одну байку которая частично историческая а частично иллюстрирует наш кризис помните ли вы как Буш хотел устроить войну в Раке было не так давно это было 6 лет там главная проблема которая перед ним была ему было нужно организовать решение ООН именно поэтому Павел стоял с банкой с белым порошком на трибуне ООН всякие страсти рассказывал но ООН решение не принимала в результате то что сделали США называется международной политикой актом агрессии но мешал этому кенсек ООН кофе Анна американцы в какой-то момент решили надавить на кофе Анна очень сильно как они решили надавить совершенно примитивным способом кофе Анна есть сын который занимался в ООН программой нефть в обмен на продовольствие как раз для сарданов и всех поскольку все понимали что в программе нефть в обмен на продовольствие масштаб воровства распилов и всего остального был невероятный даже не нужно было особо проводить следствие нужно было просто взять документы и сажать сына кофе Анна и вот калер пришел мой приятель такой милостичкист который мне говорит вот все я точно знаю через две недели посадят сына кофе Анна и кофе Анна даст свое согласие он принят решение о том что нужно значит совершить акты гуманитарные атаки на сарданов я ему говорю я не уверен что американцы смогут арестовать сына кофе Анна он говорит да кто такой кофе Анна ниггер какой-то я ему говорю это верно сам-то кофе Анна какой-то ниггер но дело в том что у сына кофе Анна кроме папы есть еще и мама вот ты знаешь кто мама сына кофе Анна значит мидрожский чекник почесал репу и сказал не я не знаю кто мама сына кофе Анна но хоть фамилию ты ее знаешь нет не знаю я тебе скажу мама сына кофе Анна у нее фамилия Воленберг и она соответственно этому Раулю Воленберг у нее то племянница не то внучатая племянница совершенно не принципиально у меня нет уверенности что сегодня у Соединенных Штатов Америки есть возможность арестовать члены семьи Воленберг вот Сталин в 45-м году мог а Буш в 2004-м как выяснилось не смог хотя Бушу очень было нужно вот именно тогда в 2004-м году я понял что мировой геополитике начинает происходить принципиализм вот следующий вопрос что надо предпринять чтобы перенести избыточную мощность Запада в Россию значит у нас нет суверенной денежной системы это означает что мы не можем наши риски экономические на кого-то переложить эти риски целиком лежат на предпринимателя а он на себя принять не может и в этой ситуации главное что нам нужно сделать нам нужно создать суверенную денежную систему пока наше предприятие не сможет в углях получать кредит дешевле чем на Западе ничего сделает и не сделает сможем мы это сделать или не сможем этот вопрос отдельно расскажите о механизме трансфер все что тут рассказывать все понятно по-моему как бы уже день вот у вас вертикально интегрированная нефтяная компания которая добывает из земли нефтесодержащую жидкость и продает ее подразделению за 20 копеек а потом она передает другому подразделению за 20 копеек потом третьему которая находится в офшоре снова за 20 копейка вот офшорный уже его продают по цене 80 долларов за баррель сколько он офшорный они 2 все понятно как будет теперь сколько он у нас офшор будет вот я тут не понимаю что это написано тут почерк такой возможно ли можно кто-то кто-то написал сказать но я просто не понимаю что здесь написано технологические цепочки введения скажите а в ссср как вы понимаете эти риски брал на себя государство которое их во многом нивелировало тем что оно обеспечивало спрос то есть оно говорило мы вам говорим что здесь надо строить завод но мы вам гарантируем что у этого завода будет потребитель оборотной стороной этого явления являлось замедление научно-технического прогресса пока мы шли по догоняющей схеме проблем не было потому что мы понимали что уже сделано как только мы выходили на самостоятельные исследования мы затыкались это специфика ну грубо говоря у вас специфика двух систем в одной системе были больше риски но были выше темпы а в другой соответственно меньше риски ниже темпы это тот самый случай когда отдельные исключения только подтверждают правил то есть когда вы ну во-первых нужно понимать что движение в космос было одновременно с Американцем если бы мы опоздали на пару трех коммерчесов они бы запустили свой спутник они его отложили потому что они уже были не первыми но тем не менее мы шли абсолютно параллельно аналогичная ситуация с атомным проектом но нужно при этом понимать что у них объем рынков был изначально много больше чем у нас поэтому точек концентрации у них могло быть больше вот это принципиально на самом деле мы просто ну вообще говоря с точки зрения парадигмы развития она у нас была одинаковой это был научно-технический по продаже во внешнем мире СССР выступал как государство корпорации ну у вас корпорации там Бритиш и Петролиум у вас же нету частной собственности внутри есть внешний акционер а внутри это система административно-командная вот считайте что мы были такой большой одновременное объединение там Бритиш и Петролиум Боинга еще много чего Родина вот вы говорите что государство обеспечило потребителя оно не обеспечило потребителя оно само было потребителем оно забирало секундочку оно оно не было потребителем оно забирало только потому что понимало кому это пойдет Сталин сделал коллективизацию потому что он понимал что ему нужно он мог отобрать у крестьянина ресурс только потому что он ему давал возможность увеличить производительность труда я не хочу сказать, что они интереснее они все работающие провали все равно была у сушки, у труска как и везде но просто она была относительно была меньше и собственно говоря я склоню считать, что у нас проблемы такие если говорить о управлении через тот момент, когда стало понятно что всю систему в целом один человек уже в голове уже одни ноги вот в этот момент стало понятно что у нас начинается разрыв системных связей что одни части начинают развиваться быстрее, чем другие ну а дальше, ну это не классический совершенно пример, когда Устинова назначили министра обороны и объединили производителя и заказчика в одной улице он стал себе требовать совершенно колоссальные деньги на развитие я просто знаю конструкторов некоторых у которых была проблема такая только какого цикла написать что напишут, что и дадут а сегодня они там мыграются с головы ну и каких же мы были дюймовы ну вот так что вот, а что я сейчас я тут протыщу что надо предпринять чтобы перенести здесь и все люди а я тут храню будет ли война и как сильно надо готовиться к войне а вопрос хороший, но неправильный понимаете, в чем дело любое действие в том числе война я, кстати, тут лежат мои визиты на кончике могу взять я уже сделал ну сейчас война войной а зачем важно она же проблема в падении стола потребителей это либо те кто непосредственно продает в США либо те кто продает товары для тех кто экспортируется в США а большая часть Китая это дилембус в которой живет практически натуральным хозяйством ее нужно сделать поцепителем китайских вот так что для этого нужно делать коллективизацию правильно а 91-й год это уже после тянь-яньмы и после распады и Китай не решился он продолжил свое развитие в рамках встраивания системы американского разделения труда да конечно он стал монопольным производителем по большому количеству товаров он стал красальным держателем финансовых активов он стал там черт в честь с ним уже совершенно невозможно ничего делать но Китай и США сегодня две стороны одну не дали Китай не смог создать свою технологическую зону это очень важно Китай как и Франция свой шанс упустил и поэтому сегодня в этом кризисе рухнет СССР на Великой Депрессии поднялся Китай постеснирует понятно ваше право ваше право а Индия это вообще вещи во себе дело в том что Индия это даже не федерация это конфедерация это набор отдельных штатов каждые вещи во себе построить там мощную экономику централизованную на сегодня невозможно ведь вообще что это такое непонятно она всегда будет отдельно прогноз относительно евро и евросоюза я просто прошу прощения я за последние два дня дал интервью пяти или шести телеканалам на эту тему уже надоело а до этого недели я дал интервью программе время и программе вести а мы не верим случится ли в конце августа начале сентября это нечто негативное мировой экономики оно сейчас на головах происходит что вы хотите фондовые рынки падают евросоюз но смотрите ситуация же банальная что такое евросоюз это образование созданное на финансовом потоке от продаж США я еще раз говорю почему падает евро когда у Бреции всего 125% долга по отношению к ОВП а Япония наоборот не падает потому что евросоюз отпяли в эту ситуацию по полной программе чтобы максимально поддержать свой экспорт в США это же очевидно совершенно очевидно что евросоюз в нынешнем формате существовать не может в условиях падения американского спроса это экономический романс что он будет распадаться как он будет распадаться большой вопрос теоретически надо бы откинуть всю восточную Европу Южную Европу и сделать некоторый центр грубо говоря Франция Германия страны Генелюкс и Дания ну может быть Северный ну может быть Италия и из этого центра сделать там реально единую валюту реально оздоровить экономику и постепенно как это называется охватывать Европу обратно но это противоречит атлантическому единству концепции атлантического единства американцы лежат в костне прежде всего потому что Британия и Восточная Европа отражает отражает то в этом случае скорее всего будет как бы двуединый орел как бы в Евразии кто там будет воевать прости господи покажите мне палец я не знаю кто там будет воевать вы меня извините конечно но как бы вот в Владивостоке приехали московские ОМОН разгонять они что за них что это очень такая вещь сложная то есть по этой причине я считаю что там появилось очень сильное изменение что будет с Евро непонятно но поймите Евро это немецкая марка поэтому теоретически членов не нужно но в некоторых странах не любят Евро я вообще не понимаю почему бы Греции не объявить дефолт то есть я прекрасно понимаю что если сегодня Греция объявит дефолт то всю финансовую систему европейских не равны нужны список то гражданин эконом нужна банчок сделает не проблема с нуля вообще с точки зрения здравого с южной да посмотрите основная проблема общения с банками состоит в том что никто не знает какие у них плохие долги если сегодня спрос превышает реальные доходы населения только в США на 3-3 триллиона то это означает что через несколько лет потребители своих долгов не будут возвращать кредитов на общую сумму ну как минимум 3 триллиона долларов ну нет у них денег это означает что плохие долги у банковской системы будут нарастать со скоростью 3 триллиона долларов в год ну на протяжении там какого-то корочества лет вся катавасия с 2008 года это списание жалких полутора триллионов из активной банковской системы в этой ситуации казалось бы самый лучший бизнес создавать новый банк чисто денег у инвесторов выше крыши потому что активы уменьшились а деньги закруга не делись создавая новый банк с большими уставными капиталами и соответственно к тебе побегут клиенты просто табуна почему же это не делается по очень простой причине потому что мировую политику кормят старые банкиры вы что предлагаете людям сказать ребят спасибо локтин санкс джеки морган ребят спасибо очень хорошо до свидания у нас будут новые ха но это пример то же самое что сегодня мы соберемся и скажем товарищ терепанск ну сколько можно рассказать кредит ты никакой не менеджер ты ничего в этом деле не понимаешь гуляй ну и Николай второму сказали он плохо все по этому планируют и Кайзеру сказали ну на самом деле разумеется так и будет когда не будет но при этом он будет драться до конца можно ли с позиции вашей теории кризиса и прогнозы ожидать что в перспективе 10, 20, 30 лет существующая часть экономики представляет новый сектор Николай Леонидович а можно я вас перебью да я хотел задать вопрос касательно золотого запаса Германии как некий канцлерий который вводит вопрос как вы можете под комитет бантира раковского ну это безусловно нет это как известная вещь что ЦРУ убило нескольких человек председателя управления Дольче Банка и еще пару человек менее известных с одной единственной целью это были убитые люди которые могли создать независимую денежную систему в новой объединенной Германии поскольку в 89-м году поскольку Горбачев сдал в 88-м году и Рейгер дал команду ликвидировать тех людей которые могли реально создать независимую Германию и получается что немцы повелись на англичан и вступили со своей кримикой маркой в Эндексюн да но при этом нужно понимать что кое-что они все-таки сделали потому что когда было решено первый раз создать фунт антикризисный в Европе то есть Германия сказала не феннинга не дадим а кто хочет пускай едет в Берлин к нам и мы уже будем разговаривать и я с Германией не больше не сейчас в Германии ничего не дала только груз гарантии а денег дали как раз МВФ на самом деле там идет очень тонкий тур рассказывать о европейских элитах и как все происходит я не буду я задам только один вопрос кто как держит золотой в мире а в России в Японии в Италии в Италии правильно в Ватикан крупнейший держатель теперь скажите пожалуйста как зовут папа римского в какую молодежную организацию вы входили в МОГУЗ Гитлер любит еще вопрос есть а вы знаете что сказал соответственно папа римский на встрече с митрополитом Доларионом две недели три года а это можно найти при желании он сказал следующее что современная Европа Experika единый организм ее нужно рассматривать как единый организм на третье искусственно на западном и на восточном и что у этого организма есть легкие два легких одно левая католическая церковь одно правая православная церковь и как соответственно два легких у человека не могут конкурировать так католическая и православная церковь в мишнейшей ситуации мы должны действовать самим вот как хотите и так и понимаете. Я это пока комментировать не буду. Нет, в православной церкви не второй держатель золота, но православная церковь уже крупнейшая в нашей стране держатель земли. А протестанты, прошу прощения, с точки зрения католиков и православных, это вертики. И, соответственно, католик может в случае отсутствия католического храма прийти и арестовать к бальдюшке, православный может прийти к католическому священнику и могло в кирху пользует крещение. Так, какие отрасли? Знаете, как показывает опыт, когда человека нет денег, его волнует очень ограниченное количество тем, что поесть, во что одеться, где жить, ну, еще, если надо, чуть-чуть больше денег, где учить детей. Поэтому я по части новых отраслей, я достаточно скептически смотрю на жизнь. Нет у меня уверенности, что эти темы будут активно развиваться. Некоторые будут, но очень скептически еще. У меня с натуральному хозяйству? Почему с натуральными? Но, в общем, я еще повторяю, экономика будет очень сильно упрощаться. Будет ли смысл золоте как единый мир и стоимости? Как единый мир и стоимости, безусловно, альтернативы нету. Постоянный рост стоимости золота к тому свидетельства. Другое дело, что не будет золота, как, ну, как бы, золота не будет в обращении. Его слишком мало. Но есть разные варианты. Вот наш вариант, который мы придумали еще один в 2003 году, даже раньше, книжка вышла в 2003 году, это система в валютных зонах. То есть, грубо говоря, будет там минимуме три, максимум из десяток валютных зон, в каждой из которых будет своя валюта. И между зонами будет очень маленький торговый адвокат, и он будет упривязан к золоту. А единый мир и стоимость у золота, безусловно, будет. Я не исключаю, но я обращаю ваше внимание, что именно те две страны, которые в 30-е годы упривали конфискационные золотые реформы, именно они стали единственными независимыми технологическими центрами после войны. Ну, не будут же ходить по домам и золото отбирать. Я не буду. А вы не знаете, как это было в Соединенных Штатах Америки? В Соединенных Штатах Америки в 33-м году был принят закон, по которому граждане США не имеют права иметь золото. Тот, кто хранит золото незаконно, опять ведет тюрьму. Банковские сейфы во всех частных банках было запрещено открывать в отсутствии налогового инспектора. Надо просто понимать. Мы сейчас много пишем о демократии, о либерализме. Вот еще раз повторяю, открывать сейфы, свой собственный сейф в банке мы могли открыть только в присутствии налогового инспектора. Серьезный Штат Америки отменил за вред на владение для граждан США физическим золотом, за исключением обреченных колец. Президент Форд в середине 70-х годов. Почему вы рекомендуете покупать для налогового инспектора? Потому что я четко понимаю, что золото будет расти в цене. Именно поэтому и рекомендую. Я прошу прощения. Давайте сначала доживем до изъятия. Кроме того, даже в США не хазымали для бесплатных. Прокомментируйте, пожалуйста, противоречие экономической, социальной, экологической подсистемки к кумбуре и балансного скучно, что я знаю. Я думаю, что в разных странах будет по-разному. Это серьезный вопрос, мне нельзя так просто ответить. Какой срок кредитных рисков сейчас прогнозируем, предсказуем, понятен? Вопросы задаете. Не знаю, я не хочу ответить. Каждый раз будущее еврозоны. Это я уже говорил. Что вы думаете об активах, полученных российскими банками по проблемным кредитам и о феномене суперликвидности Сбербанка? Ну, вы знаете, это примерно то же самое, как суперликвидность Федеральной Незерной Системы США. Денег дали, и все. Заметен ли темпы снижения промо-производства поток серых денег в нашей экономике? Очень сложный вопрос, но пока у нас падает потребление. То есть, мы можем, конечно, что-то производить, но толку-то от этого. Кроме того, сейчас возникнет еще одна проблема. Худо-бедно. У нас, конечно, была очень хреновая таможенная система. Но все-таки она хоть как-то иногда работала, хотя очень плохо. Но теперь, когда будет единое таможенное пространство, китайские товары по видам казахских очень сильно вопопрут. Это тоже будет большая эта проблема. В общем, в большом счете еще то, как работать с таможенным союзом, как работать с едином католическим пространством, мы не знаем. Более того, попытки наших клиентов добиться ответа на этот вопрос в министерстве экономики, они оказались безрезультатными. А по поводу медсельхоза, то некоторые мои знакомые, чиновники, которые еще остались от старой плены, они дозревают, что они в медсельхозе вообще ничего не слышали о том, что они обстоят. Давайте пофантазируем, что может быть после капитализма. Не знаю я ответа на этот вопрос. Я думаю, что социализм в той или иной форме, обзор какой, не знаю. Как вы оцениваете вероятность дефолта США? Я не очень понимаю. Дефолт, который печатает доллар. Дефолт какой? Отказ от налива и напечатан. Знаете, в 1933 году, в 1971, можно было объявить дефолт, потому что доллар был привязан к золоту. И напечатать его слишком много было нельзя, потому что не было золотого обеспечения. А сейчас это как? Печатает? Печатает. Но не держишь печатать бесконечно. Почему нельзя? Что сказали? Ну, перенасыщение денежной массы. Печатают же. Ну, понятно. Ну, вы знаете, к примеру, это анекдот про Михаса Евгеньевича Горбачева, который пришел на завод. Сразу классное объявление сухого закона. Он спрашивает рабочего, скажите, пожалуйста, а могли бы вы так же хорошо работать после принятия бутылки? Ну, не знаю, может быть. А после принятия двух, ну, не знаю, может быть. А после принятия трех, уже видите, нахо с этих работах. Статья Карамурзы видительно показана наградой, что в СССР экономического кризиса не было, а тут просто очень медленный рост до 91-го года. Прав ли он? Нет, не прав. Я работал в конце 80-х в институте статистики госкомстантовского, еще СССРовского, и там были люди, которые реально пересчитали темпы роста СССР, понимая, как реально врет статистика. И они говорят, что темпы роста стали нулевыми уже в конце 70-х. Все 80-е годы вы были на нуле и медленно падали. На самом деле это просто не так. Карамурза не экономист вообще, и у него там видимо ошибки достаточно серьезные. Вообще, чтобы вы понимали, что такую статистика, вот казалось бы, в СССР была тотальная повальная статистика, да? Вы знаете, что такое между тростливой баланс? Это матрица, в которой в клетке где пересек по одной стороне отрасли, по вертикали отрасли, по горизонтали и по вертикали. На пересечении и строки житого столбца ставит цифра, значит, сколько житая отрасль сверху отдает и. Ну, естественно, в денежном выражении. Соответственно, в симметричной точке сколько житая и и отрасль отдает житая. Для того, чтобы составить международный баланс, нужно, соответственно, получить от всех отраслей данные, кому они сколько дают. Так вот, когда СССР начинали подбивать международный баланс, то у них были две цифры. Первое, что одна отрасль дает другой, а второе, что эта другая от первой получает. Две статистики. Одна от той отрасли, которая дает, другая от той, которая получает. Разница достигала 20%. Еще раз повторяю, в СССР к импоральному статистике. Что сегодня происходит, это выше моего разумения. Я помню, что в начале прошлого года меня много спрашивали, ну как там Министерство экономического развития и членов расы вынос какой-либо статистический отчет. Меня спрашивают журналисты, не можете вы это прокомментировать? Я в какой-то момент бросил, сказал, что я готов комментировать только после того, как две цифры подряд будут одинаковы. После этого я готов комментировать. Если вы посмотрите сегодняшнюю маркоэкономическую статистику, вы увидите замечательную картину. Каждая цифра по отдельности может быть верна, но уже любые две одновременно нет. То есть степень фальсификации статистики сегодня ужасающая. Как вы оцениваете опыт экономического развития Скандинавии? Знаете, Скандинавия это очень маленький регион, который встроен в систему разделения труда. Грубо говоря, компания Nokia кормит всю филлянги и продает по всему миру. Если не решить этого рынка, они снова впадут в ситуацию конца XIX века. То есть как бы кайлоны обрабатывают поле, что выросло съели, что не выросло, что не съели. Если не верите, посмотрите, наплевалось кунюшке. Вот это по классике совершенно конкретно. скажите, будет ли создание кремниевой и силиконовой долины в Сколково инициировать новую технологическую волну в России? Вообще с точки зрения экономического развития сегодня новой технологической волны быть не может. Единственное, что мы можем пытаться сделать, это сделать импортозамещение. Но могу вас уверить, что при том в реальте, который происходит в Сколково, ничего этого не будет. но я вообще считаю, что руководить чем-то новым должен предприниматель, а не человек, который получил миллиарды по приватизации. Я не верю, что ориган появившийся в процессе приватизации может что-то создать. Разморовать создать не может. Впрочем, вот мое личное мнение. Можно с ним седаться. Михаил, вопрос такой, если вы утверждаете, что можно бесконечно печатать доллары, почему если американцы бесконечно печатают, они рапортуют о том, что госдолг в США непрерывно увеличивается. Это вообще для чего? Ох! Ну, смотрите, как все устроится. Ну, это уже такая... Вот смотрите, вот вы президент Обама. Вам надо дать денег. Вам надо дать денег муниципалитетам, потому что у них нет денег, они закрывают школы, сокращают пожарные команды и полицию. Как это происходит по реформе. И более того, они даже вынуждены уменьшить платы денег мусущих. Что вообще кошмар. Вы должны дать деньги штатам, вы должны платить волфернеграм, иначе они разнесут все в чертове мать. Вы должны содержать армию, 12 авианосных ударных грунт, и прицать оружие в Берсидском заливе японском море и так далее и тому подобное. А денег нет. Что вы можете сделать? Вы можете обратиться к ФРС и сказать дай денег. Но это запрещено законодательством. Кроме того, это шревато, потому что эти деньги, ну, если это просто напечатанные деньги, это будет инфляция, и она будет обесценивать те деньги, которые вы будете давать, быстрее, чем они будут появляться. это Россия 90-х богатых. Что вы делаете? Вы начинаете продавать облигации. То есть вы собираете деньги с рынка. Проблема состоит в том, что, ну, скажем, в апреле месяце нужно было то, да, кроме того, вам нужно угасить ранее вымышленные казначения. Ну, например, в апреле месяце нужно было угасить казначения на 600 миллиардов долларов. Замечательно. Значит, что вы делаете? Вы выпускаете новые казначейки, их продаете на эти деньги, гасите старые и, значит, новые свои проблемы закрываете. Но, что такое казначейка? Это дисконтная облигация. То есть если на казначейке написан номинал 100 долларов, вы ее можете продать за 101 долларов, с большей этой облигацией по этой поместить купонные новые доллары, а можете продать за 70 долларов. И вы, конечно, заинтересованы в том, чтобы продать ее за 101 доллар, ну или хотя бы за 99. Проблема в том, что в мире этих, на вторичном рынке держателей этих облигаций очень много. И эти держатели, они все время друг с другом этими облигациями обмениваются. То есть есть вторичный рынок. Никто не будет покупать у вас облигации на первичном рынке, если можно ее купить дешевле, на вторичном. Поэтому если вы хотите продать облигацию за 99 долларов, стоимость облигации на вторичном рынке должна быть 99 долларов. Значит, вы должны содержать компанию, которые будут скупать эти облигации в случае, если цены будут продать. Полосы этим цены. ФРС? ФРС сама не может, хотя теоретически может, но практически она это делает через агенты, через банки, которые играют с агентами, там, Goldman Sachs, GPMorgan, т.д. Но им надо на это давать деньги, они и дают. Что у вас в результате образуется очень такая сложная система, в которой происходит постоянное увеличение количества денег, потому что денег нужно все больше и больше. Замечательно. Теперь смотрите, если денег все больше они должны куда-то деваться. Правильно? Куда они деваются? На фондовый рынок, фондовый рынок растет. На рынок нефтяных фьючерсов, на рынок металлуры. Цены на базовые инвестиционные товары, такие как металлы, смет и т.д. в США за год ну, грубо говоря, апрель к апрелю выросли на 40 с лишним процентов. То есть издержки реального сектора растут. А вот доходы реального сектора не растут, потому что увеличить цены отпускные они не могут, потому что это упирается в падение спроса. И объемы они тоже увеличить не могут, потому что есть падение спроса. Значит, реальный сектор политика у нас у нас уходит финансовый сектор, потому что банки не смогут на вторичном рынке поддерживать соответственно доходность казначеек, значит, у вас упадет доходность, у вас упадет цена на турническом рынке, то есть увеличить доходность. И все, и хана. Вот как хотите, так и крутитесь. Соединенные Штаты Америки решают эти проблемы так, как они могут. по мере их у поступлений. Они ключерсами по Лайту и по ВАТРИИ пытаются опустить цену на нефть по очень простой причине, потому что она выше равновесной. Они хотят опустить цену на нефть хотя бы до 40, то есть до равновесного стояга, чтобы уменьшиться и сдержать реальный сектор. Но, судя по всему, от этой идеи отказываются, потому что как только цена опускается ниже 70, у вас разница между Дрентом и Лайтом стремится к 0. Вот сегодня упала цена на нефть до 71, и у вас разница между Брентом и Лайтом еще. То есть на самом деле похоже, они согласились опустить цену до 70, а они не опустить не хотели. Понимаете, мы не знаем цифр, которые у них есть. Поэтому мы не можем точно предсказать эту политику. Прямо, там нужно понимать, там много разных людей, влиятельных, у каждого из них свое представление о жизни. Мы можем только оценивать общую ситуацию. о чем я занимаюсь. Я пытаюсь объяснить, как это все балансируется. Ну вот я это все пишу. Вот так, компания Ниакон делает режимедельные обзоры, в которых мы это пишем. мы там больше большей частью пророссийскую экономику, но и мировую тоже. Если кто хочет, может подписаться. Можете зайти на сайт дня и подписаться. Если кто хочет, может оставить свои визитки, я соответственно один экземпляр пишу бесплатно. но иногда я это пишу у себя на сайте, в украинстве сунду. Иногда на блоге я обычно серьезные вещи не затрагиваю. Иногда это пишет Дадишлян в своих обзорах. но в целом если вы хотите понимать картину, то нужно за этим следить. Потому что рассчитывать на то, что вам захотелось побратить полгода и вам кто-то тут за полную картинку не возможно. Какой реальный А? Опять же книга Олега Григорьева, которую он все пишет. Пишет, пишет, ну что вы хотите. Он много еще чего пишет. В том числе эти самые обзоры. Вы сказали о смене политических сил в России. Каковы прогнозы? Какая? Ну понимаете все дело. Ну давайте смотреть во простом. Кто будет отвечать? Знаете, я вот тут на Москву в прошлом исследовании меня спросили. Кто-то там написал статью. Реформы в России начнутся, когда кончатся деньги. То, что деньги кончатся все понимают. Кончатся ли они в конце этого года или через два года зараживаются мировые цены на них. Но они кончатся. Что дальше? Ну понятно. Либералы считают, что они придут к власти, потому что смогут получить на западе кредиты. Силовики считают, что они смогут закрутить гайки и прийти к власти и т.д. и т.п. Но кто будет нести ответственность? Понимаете, что все 8 лет Путина и уже 2 года неделю показали, что они оба ответственность нести не хотят. Они хотят царствовать, но неправильно. В условиях кризиса власти приходит человек, который готов нести ответственность. Покажите мне его. Я как бы верхней власти, вы знаете, да, у нас есть 5 человек, которых охраняет фасуру. Знаете, 5 человек, которые охраняют фасуру. Постоянно. Из этих 5 человек 1 человек теоретически может взять на себя ответственность. Вопрос, что он будет ли он это делать и как он это будет делать. Ну, в Гундеаре. Да, имя сестра, имя. Что ждет России в ближайшие 15-20 лет и после? Гуну, будет плохо. Тяжело. Не знаю. Мне, на самом деле, больше волнует качество населения, чем все остальное, потому что дети мне тут говорят, вот Китай все захватит. Теоретически, да, практически, я думаю, что ему будет синий, не до того. Потом Китаю тоже нужен глубокий тыл. Он очень заинтересован в том, чтобы Россия стала его глубоким тылом. Вы часто ошибаетесь? Любой человек, который пытается разобраться в новой теме, а тема кризиса и пост-кризисная вещь, это гречного ошибается часто. Просто невозможно. Знаете, я математик по образованию, был такой замечательный английский математик, 19-го, начало 20-го века, Критлун. У него была замечательная книжка, я ее читал в детстве, еще когда в школе учился, математическая смесь. Там было много разных хороших вещей, в том числе замечательная фраза. Качество ученого определяется количеством неряшливых работ. Почему? Потому что когда тема отработана, когда по ей написано много работ, легко написать красивую, аккуратную, гладкую работу. Когда вы открываете тему, она неминуемо будет непричесанной. Я вот сейчас читаю свои тексты, трехлетней давности, пятилетней давности, восьмилетней давности, я понимаю, что сейчас бы я их написал совершенно под руком и значительно более гладко, значительно более понятно. Но тогда я еще не понимал того, что я понимаю сегодня. Поэтому ошибок безусловно много. Меня, конечно, в ней постоянно ругают и пытаются объяснить, что я маньяк и все прочее, но между нами говорят. Это же совершенно естественно. Те самые финансисты, которые держат как бы политиков за разные нежные части тела, они, соответственно, создали и систему пропаганды своей как бы как называется незаменимости, которая называется монетализм. И система этой пропаганды сегодня носит название высшая школа экономики, и российская экономическая школа. Ну и так далее. Ну там частично академия народного хозяйства, школе ректора это академика, бывшая заместитель Гайдар. Ну и так далее. И это люди, которые все время пытаются доказать, что существующая система единственная проблема. Как вы хотите, чтобы я относились к человеку, который объяснял, что они, соответственно, не экономисты, что они понимают в текущей ситуации, а в-третьих, соответственно, вопрос нормальничек. Они обижаются сильно, и пытаются бороться с конкуренцией. При этом они дико боятся. Почему? Потому что они же находятся на содержании у власти лучших. А если эти власти лучшие решат, что их кинут, они же могут как бы снять финансирование. Это не значит, что они не дадут деньги. Но те, которые дико боятся самой мысли о том, что власти им унижают, есть какая-то альтернатива. По этой причине почитайте про меня пишут. Я прошу прощения за наглость, но здесь видимо вопрос с места это правильная стратегия, чтобы задать вопрос. У меня пару уточняющих вопросов по вашей первой части. Первый, с вашего позволения. Вы говорили, что явная фаза кризиса началась в Америке в районе 1971 года. Это первый кризис. А в промежутке я уже услышал, что они погружились с китайцами. А были еще какие-то меры за эти 10 лет? Ну какие-то были. Но в реальности если вы посмотрите на графику среднюю зарплату, вы увидите, что они нету котельки. Там котелька такая. 47-го, но она есть у меня на сайте в теории кризиса. То есть такая практически ровная прямая кенсианство. В умении роста компании повышает зарплату. А потом 1971 год первая волна, вторая волна. А дальше очень интересная картина. В номинале доходы растут, а если вы посмотрите реальную инфляцию, они продолжают падать на сильном мире. В реальности реально располагаемые доходы американских граждан с 72-го года падали. Только в 70-е годы быстро, а с 81-го годы медленно. Но падали. Картина вот такая. 10 лет они думали что делать. совершенно верно. И они придумали, а вот у нас не придумали. И поэтому мы прибыли. Хорошо. Второй вопрос. Я правильно понял, что противодействие нынешней финансовой элиты это по сути единственная вещь, которая мешает запустить систему с нуля. Создать новый банк и начать с помощью этого нового банка выдавать новые предприятия. Понимаете в чем дело? На самом деле невозможно придумать новую модель вот так вот типа старую модель старую модель просто сказать что все прошлые долги подворачали берите кредит. Если вы теоретически да теоретически можно попытаться просто списать все долги и после этого запустить заднего снова создавая долги. Запустить систему снова ее хватит ну скажем хотя бы на 20 30 еще на поколение хватит. Проблема в том что как вы списываете эти долги вы автоматически списываете все банкиров потому что эти долги это их актив и они на это никогда не погибли. Как раз вопрос что-то кроме противодействия банкиров есть? Ну а это теории какие-то нестыковки? Может быть и есть но какая разница знаете есть известная история про одного генерала который в 15 в 14 году в 1814 году сдал какую-то крепость без боя и после этого совершенно обалденный наполеон говорит ты сдал крепость почему ты ее сдал у меня на это было 27 резких причин назови первым у меня вообще не было пороха все дальше можешь не называть противодействия банкиров уже достаточно поймите это не противодействие людей это противодействие элиты но вот начнете сегодня говорить мы зря отказались от социализма давайте вернем социализм 80% населения проголосуют за кто и дать современная элита будет противостоять железной рукой вы вспомните что говорит Чубайс когда его обвиняют в том что приватизация это тотальное воровство мне плевать каждый приватизированный объект это был гроб с крышным коммунизмом я думал только об этом а то что при этом все воровали ну какая нерочка китай создал латерную бомбу в 60-х годах кто ему помогал но известно кто СССР помогал я что сказал до середины 60-х Китай был в составе советской технологической зоны как вы считаете когда и при каких условиях что мешает сейчас россии начать закупать свои товары а у нас есть свои товары кто-нибудь видел с автовазом я прошу прощения проблема вот в чем как только вы начнете закупать товары автоваза это немедленно повод для менеджмента автоваза все эти деньги класть себе в карман и в результате никакого развития не происходит как вы относитесь к Николаю Старикову его книги к Кризис какую книгу я не читал но мне объясняют Стариков вполне себе интересно пишет но вы говорите он же больше историк а я экономист у меня есть свои исторические концепции концепции глобальных проектов но она достаточно узкая я не историк уж точно про эти кличения я не берусь его комментировать к Сталину я отношусь положительно как и угол но в общем сейчас всем понятно что вся эта пиар-компания по демонизации Сталина вызвана одной единственной совершенно банальной вещью что его образ как как бы абсолютно положительный уже в народе начинает просто резко поминировать и это результат действия нынешнего еще раз повторяю не сам Сталин как исторический персонаж а как такой типический образ вся народа при нем был порядок и воров сажали как бы а на самом деле никому не интересен ну и все типичный например у вас в комиссии к истории приглашали? нет меня еще не приглашают в государственную строительство Николай Леонидович а вот Байбаков пишет что в 70-х годах был рост 5-6 я 10 лет был соответственно не выездной с 98-го по 2002-й год вы знаете этот вопрос сложный как считать в Байбакове есть официальные цены я говорил как бы о оценке выдающихся по статистику и вообще статистика это дело тонко это кризис модели развития вот этой модели больше нет теоретически можно попытаться вот тут мы уже говорили еще на поколение это все дело продлить но еще раз повторю это требует запредельных усилий скорее всего невозможно и при этом все равно это закончится капитализм становился тоже медленным то есть капитализм появился в Голландии в начале 16-го века а в Германии в начале в Вьетнамской то есть надо понимать что это все долго происходило восстановится ли цены на недвижимость в Москве до 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 кризис думаю что нет но сильно палят в ближайшее время они пока не будут когда закончится нефть в метрах Российской Федерации это не ко мне что будет с бюджетом который сейчас делится на нефть долларов ну как что пока он поддерживается из резервных фондов когда резервные фонды кончатся мы это просто уже обсуждали ваши рекомендации жителям Дальнего Востока что им делать хороший вопрос не знаю знаете чем делать теоретически надо работать практически я не очень понимаю как можно например на Дальнем Востоке что-то делать с Далькером который за любую деятельность требует мзду теоретически надо поднять Гаррию Далькина а что Димур говорит покупать оружие золото и лекарства я же знаю что оптимисты учат английский язык пессимисты китайский аляриста автомат Калашенко почему ничего не слышно об Австралии простите кому она интересна Австралия это сырьевой придаток мировой экономии пока в мире все нормально со сырьем там хорошо когда станет хуже ей будет плохо ну и только она самостоятельно интереса не представляет мировой конференции я думаю что это будет такая китайская экономия может быть не имеет смысл говорить о продаже земли с аукционом для китайцев за Байкалом пока все не забрали бесплатно хорошая вопрос какая разница зачем им брать зачем им брать на аукционе когда они и так забывают а уже кто-то говорил о том что варенки дали бешеный кусок земли чуть ли не всю еврейскую область должна ли резко сократиться должна ли резко сократиться экономика России учитывая то что она и так живет на нефти и газе в финансовом секторе ну должна конечно ВВП сократиться а что касается экономики знаете я помню 98-го года когда мы резко вложили в результате девальвации рубля поэтому я бы не стал так уж изнешне пессимистически смотреть на жизнь другое дело что трудно будет да но как только измериваются модели экономического счета еще появятся сразу все там заживет зашевелится я еще раз говорю я помню 98-го года назовите пожалуйста ваши недавние знанные книги книги я не пишу сейчас времени нету на Дальнем Востоке в Хабаровске работает очень толковый губернатор но я вот к Кышаеву хорошо относился не верю что в Хабаровск войдут китайцы еще раз повторяю китайцев нет цели войти туда армии китайцев на Дальнем Востоке интересуют ресурсы пока мы ресурсы поставляем они залезать не будут они туда залезают с одной единственной целью они понимают что у нас там нет продавок ресурсов чтобы эти соответственно там ресурсы отвезти вот именно это они и хотят кто придумывает глобальные программы развития тех которых вы вначале говорили никто не придумывает они сами собой никак ну такая конспирология ну такая конспирология что думают что сидел какой-то хитрый человек сочнил капитализм так не бывает он все делает именно поэтому я не говорил о том что нужно обсуждение такого рода вещи понимаете любая смена в теории глобальных проектов глобальный проект всегда формулирует пророк появляется человек и говорит я знаю как надо ну кто-то считает что ему озарение слышит кто-то считает что просто гений ну смотрите иудаизм это мессий христианство это понятно иисус я бы даже сказал что Павел конечно же если говорить о капитализме точнее сказать о той модели о том глобальном проекте из которого вырос капитализм это Мартий Лутер еще несколько людей поменьше вроде Кальвина если говорить о красном проекте тоже все понятно это Маркс и Ленин а вот соответственно более того это же очень интересная штука я не знаю обращал ли кто-нибудь внимание при социализме был символ веры более того этот символ был рыбит в самом центре Москвы кто-нибудь видел памятник Кальву Марксу там слева-справа такие каменные стелы стоят на которых рыбит что-нибудь течение Маркса всесильное потому что оно верно это символ веры нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед на руке это то же самое но дальше в исламе есть продолжение в христианстве есть продолжение а в красном проекте нет это его главная слабость потом уже задним числом пытались придумать моральный кодекс строителей коммунизма который естественно списались 10 заповедей откуда еще списывать вот а? все обсуждение это не слишком долго еще раз повторяю еще раз повторяю предыдущая эволюция одна длина 250 лет другая 200 это долго? как бы вы реализовывали так называемые импортозамещения ну слушайте вы как-то вопросы задаете предыдущего еще раз повторяю нам нужна суверенная денежная система читаете вы книгу Бернер и Леетара будущие 9 книг не читал чучи не читатель чучи писатель это региория скажите у нас если ты хочешь узнать что-нибудь о России не спрашивает поляка вот вы понимаете в чем дело у меня в этом смысле очень сложная конфигурация потому что мой папа еврей а моя мама из донских казаков у меня с нас были две бабушки одна еврейка другая десеминка вот я большой специалист по международным остальным обошел вот тогда скажу вам мы уже заканчиваем постепенно рассказываю байку байка такая в 1979 году я не поступил в Московский университет в силу сложной национальности и механико-гематический факультет тогда там был такой была такая группа лиц которые очень не любили евреев принимать университет там было несколько идеологов одного из них фамилия была Руссадович так вот соответственно именно поэтому многим он не будет в университете московском так вот соответственно я поступил в Ярославский университет и первое что со мной случилось мне отправили на катушку в глубую ярославскую глубинку в деревню Крикорова на границе с Валерийской областью где даже я даже на карте нашел тут в которой даже были люди которые в Ярославле никогда не были для которых центр мира кончался городом Ростовом Великом в котором нас 20 тысяч населения и вот в этом самом в этой самой деревне произошла замечательная история а именно меня позвали на местный усморник там жила тетка которая была под 60 и которая была страшно несчастная потому что у нее был единственный сын 40-го года рождения а муж ее любили на воде и этот сын ему значит уже 70-й год он уже был под 40 он все никак не хотел жениться и она еще не переживала что внуков и тут наконец сын пришел он сказал мама я значит тут вот училку прислали она жила на усадьбе на центральном бригадировала прислали к нам прислали училку новую там 22-х лет и в общем надо жениться поскольку тут значит внучок у тебя будет скоро вот вот значит врасленно довольная бабка решила значит что не верит когда началась сама жена будет будет жить с ней пока беременная а муж поспал а сын поскольку он бригадил машина козел значит будет ездить и вот по этой причине одну большую избу соседнюю приводили в порядок я там участвовал меня опозвали и когда субботник закончился почему меня позвали это тоже отдельная тема поскольку любые деревенские жители страшны ксенофобы и у меня с ними была интересная дискуссия вот ну вот значит они меня позвали когда все закончилось мы сидели пили чай и они начали задавать вопрос мне слышали Миша скажет а что такое еврей я так почесал леп особенно мне понравилось слово что я понял что надо отвечать очень просто потому что иначе мы запутали все ну вот я еврей мы это поняли а с чего ты взял что ты еврей я задумываюсь ну потому что у меня мама еврей и папа еврей не давая тонкость сейчас запутались они так подумают ну да но это ничего не говорит у нас конечно папа и мама русские но дебиты все таталии это же понятно мы русские потому что мы в России живем да тоже русские мы же видим почему ты считаешь что ты еврей я еще более задумываюсь ну вот меня разные нехорошие люди не приняли в московский университет потому что сказали что я еврей значит наверное они правы мне так подумали сказали ну да может быть если нехорошие люди тебя как-то за что-то обижают то может быть это и хорошо что за что-то обижают но скажите пожалуйста откуда эти самые нехорошие люди решили почему они решили что ты еврей на этом дискуссия закончилась среди полной бессмысленности ее продолжения но они мне объяснили свой подход к национальности вот у нас есть тракталист назовем его для условности он азербайджанец был настоящий азербайджанец из Баку служил у нас в армии женился на нашей девке Машке остался тут Машка девка хорошая она от него гуляет он один практически живет с двумя детьми воспитывая но он когда поселился у нас был настоящий азербайджанец в Аллах верил свинину не ел водку не пил я говорю ну и ел дедок который мне все это рассказывал такой дед говорит ну-ка Аллах у нас тут сроду никто не видел длинная пауза свинину он уже живет еще одна длинная пауза ну и по нашим прикидкам года через два-три начнет водку петь русский станет по этой причине когда мне начинают рассказывать сказки о врожденном антисемитизме русского народа я бы этот русский народ видел большинство экспертов не видели вот собственно мое знакомство с местными жителями началось вот от чего я шел у деревни и видел бабку которая не могла вытащить из колодца полное ведро я подошел к ней вытащил это ведро не дарился до ее калитки а в калитку не пошел поставил на лавочке перед калиткой выяснилось что это было правильное руководение потому что входить во двор без специального приглашения нельзя вот и потом соответственно местные жители стали со мной здороваться я стал с ними здороваться в деревне здороваться каждый раз как человек увидел даже если ты в предыдущий раз у него 5 минут а потом они стали спрашивать Миша ты так себя правильно ведешь что ты наверное не из Ярославля а из какого-то маленького города а то из какого-нибудь села не я конечно не из Ярославля я из Москвы я думал что я их удивлю ничего а тогда вообще у тебя родители были правильные то что эти твои с которыми ты прежний они конечно ребята наши русские много не имеют они себя вести а надо заметить что вести себя правильно в деревне это вещь такая специфическая ксенофоба не страшная вот так что у меня богатый опыт общения с русским настоящим не тем которые в Москве живут в Москве странные живут люди не дают возможности создавать новые технологические зоны на основе существующих так чтобы среди потребителей выловить тех кто готов потреблять продукты ну опять-таки про навал идет речь но еще раз говорю что я макроэкономист я не специалист по конкретным зонам по конкретным отраслям еще чего-то компания не окон занимается конкретными отраслями вот к нам пришли специалисты мы написали программу развития вот к нам приехал город Актюбинск казахский мы написали программу развития города или там пришли какие-то отраслевики мы написали программу но для этого нужно чтобы наша консалтинговая компания специально этой темой занялась. Так вот, сходу я ответить не могу, безсомненно, макроэкономизм. Можно какую-нибудь проразовую технологию, например, чего-то там, сверхдешевая энергия, психотехнология, это схема, которая дает большую пребывающую стоимость стать средством выхода. Знаете, у меня есть знакомый, который большой специалист по лазерным станкам, который режет и свалит. Вот они сейчас захватывают мировой рынок. Наша компания по происхождению, она, правда, выехала за пределы страны по вполне понятных причинам, чтобы уменьшить транзакционные издержки и всякие другие издержки. Но разработчики сидят здесь. Вот, пожалуйста, очень успешно работают, потому что они снижают издержки в традиционных отраслях. Чистая инновация, то есть в новой отрасли, сейчас, скорее всего, не пойду. Что касается психотехнологий, знаете, я исхожу из очень простой вещи. Есть спорт, да, скажем, баскетбол, футбол. Если бы была возможность психотехнологий, то я могу вас уверить, их бы использовали в спорте. Никто это бы не предвидел, чтобы там теннис-шарик летел не по законной механике. Никто никогда этого не видел. Из-за чего я заключаю, в США в 70-е годы нарастает кризис нейроний. Причем этот период перед реэкономикой ставка увеличилась до 18 до 19 процентов. Потому что под... Да, будем заканчивать. Потому что у них была стакфляция во вторых 20-70-х годах, очень высокая инфляция с одновременным спадом. И назначили в 79-м году руководителем ФРС... А? Нет, перед кризисом. Он сейчас... Волчика, да. Пол Волчика. Поднюю ставку, чтобы остановить инфляцию. И под это дело, я подозреваю, что модель у него уже была, я подозреваю, что он был главным предыдущиком реэкономики. И у него уже была модель, я думаю, он это сделал специально. И именно поэтому настолько высоко. Можно ли законсервировать рост технологической зоны? Нет, нельзя. Объективная ситуация. Как только она останавливается, начинается кризис. Можно ли сегодня объяснить интенсивный рост технологической зоны, стимулировать за счет роста долгов? Ну да, действительно, он говорит о том, где-то про это рассказывать. Что они компенсировали рост, отсутствие роста, увеличение количества долгов. Дальше у них появилась возможность роста за счет разрушения СССР. Но вместо того, чтобы активами, доставшимися им от СССР, погасить созданные долги, они под активы создали долги новые. И понятно почему. Потому что власти уже были как калектократы Клинтона. Кстати, Клинтон пришел к власти ровно потому, что была реэкономика. Выяснилось, что самый выгодный бизнес – это печатленные деньги. И, соответственно, к власти пришли люди, специалисты по печатленным деньгам. Трудно было ожидать, чтобы они могли уменьшать свои возможности по печатленной ситуации. Витал, Леонид, может быть, просто хочет, есть ли другие способы этого? Я не вижу. Сегодня не вижу. Кроме расширения альтернативы. Ну либо расширение, либо интенсификация. Ну либо интенсификация существует, да. Какие виды бизнес… Нет, психиатически уже и обсуждали третий способ. Нужно избавить потребителей от долгов ранее. Да. Нужно замораживать. Нет, почему просто списать? Нужно замораживать. Ну да, это отсылочка, но это решение. Какие виды бизнеса надо открывать сейчас, чтобы успеть? А приходите в меня о консультации. Вы бы разговаривали. Я серьезно говорю, потому что ответить на этот вопрос, например, невозможно. Ремонтные мастерские, вы же сказали. А? Ремонтные мастерские, вы уже говорили. Всяко бывает. Всяко. Одно дело – открывать ремонтные мастерские, то есть у вас есть 50 тысяч долларов своих, а другое дело, если у вас есть кредитные линии на 3 миллиона. Это разные вещи. Какова предлагается глубина ведущей катастрофы. Что покупать? Соль, сахар, сахар, берегулы, бережу. Знаете, есть по этому поводу оптимистический анекдот. Диалог врача с больными. Ну еще минут 10, посидите. Уже охрана, что ли? А, я понял. Когда я рассказывал, я… Произор пошли. Оптимистический. Нет, ну нет, 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 нет. Значит, оптимистический анекдот. Большой шикарный кабинет. Сидит врач, явно богатый, такой, большой, довольный, вольвяжный, считается, просматривает журнал, ну скажем, Бентхаус. И в этот момент открывается дверь. И в такую вот щелочку просовывается такой очень худой, изможденный, больной, которым явно совершил процесс лечения и его уже дает за время. И он говорит, доктор, доктор, ну что со мной? Доктор, значит, нехотя отказывает журнал, берет так сверху со стопки рентгеновских лимбов, и смотрит на макинку врачок. Доктор, мы же говорили, камни в почках. Камни, камни. Вот под камнями-то он и сидит. Да что же, Каталья, я тебя и люблю. А как же, в муках-с, в муках-с. Больной говорит, ну что мне теперь делать? Доктор, уж чарится обратно к своему журналчику и говорит, ну попробуйте принимать грязевые ванны. Катя, что поможет? Нет, но к земле прийти. Ну как бы, ну надо все четко понимать, что жизнь не кончается. Более сильные и выигрывает тот, кто борется, а не тот, кто сидит с пожаромки и говорит, все, это хана, это… Вот. Кроме того, у нас кризис не так и сильная, как в США, и дуэль, потому что мы чести прошли в 90-е годы. Кто кого раньше замочит? Ротшильдер, Рокфейнер, Рокфейнер. Ротшильдер и Ротшильдер. Пока впереди Рокфейнеры со счетом дворов. Как будет вести себя биржей? Падать. В большей части иногда расти. Михаил, объясните, почему существует такой полезный государственный долг? Ну, что делать? Ну, как бы, государство же дает… На самом деле, нужны гособлигации еще и потому, что это способ рефинансирования финансовой системой быстро. Но банки могут всегда легко получить кредиты. Поэтому, кроме того, это как бы механизм контроля рынка за экономическую ситуацию в стране. То есть они теоретически нужны. Другое дело, что объемы за рынок ограничен. Может быть, одна из ниш современной России – это отмывание денег в глобальном масштабе. Следующее дело, тут нам могут заниматься только очень доверенности. Все. Большое спасибо за это место. Ну, я рад вас здоровы. Если кому интересует конкретные вопросы, мы различить бросим в компании «Виакон». Продолжение следует...